Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я хочу вам рассказать о березе. Береза все знают, но не все знают, что старый луп березы, так называемая березовая тетрадь, очень лечебное средство. Вот смотрите, здесь вот дерево повреждено, и луп вышел наружу. И под воздействием солнца, непогоды и прочих погодных условиях этот луп приобрел коричневый цвет. И он как бы полопался весь. Вот это и есть березовая тетрадь. Вообще, сама по себе березовая тетрадь уникальнейшее средство. Моя мама, старая знахарка, потомственная знахарка, она использовала березовую тетрадь для того, чтобы помогать людям при онкологических заболеваниях. Делается следующим образом. Набирается березовая тетрадь, примерно чайная ложечка, можно даже и столовую ложку, на стакан кипятка, кипятить ее не надо. Запарили, настоялось, и пить по одной трети стакана три раза в день. Конечно, этот состав не излечивает онкологическое заболевание полностью, но оно может приостановить развитие. И очень полезно пить березовую тетрадь тогда, когда произошли онкологические операции, то есть по удалению опухоли. В этом случае березовая тетрадь помогает не развиваться, если где-то и митостазы там что-то остались, еще что-то, какие-то последствия рака, и не дает развиваться клеточкам опухоли. То есть она блокирует и прекрасно является прекрасным послеоперационным средством. Но если человек пьет березовую тетрадь по жизни, то вероятность заболеть онкологией у него очень-очень небольшая. Поэтому пейте как профилактическое средство. И также березовая тетрадь имеет много-много минерала. Почему? Потому что когда идет сокодвижение через березу, весной этот сок проявляется через кору, проходит через этот луп. А это своего рода губка. И она напитывается минеральными веществами. И поэтому березовая тетрадь является кладезем минеральных веществ, полезных для организма. На этом я хочу вам сказать до свидания. Пожелать вам хорошего здоровья и прекрасного настроения.